Арсений Збаров, основатель JetLag Расскажет нам, как создать комьюнити цифровых художников И потом мы еще пообщаемся на тему этого феномена Класс, всем привет, спасибо большое, что пришли Спасибо большое вам, ребята, спасибо большое В целом фестивале, мне кажется, очень круто, что такие инициативы у нас появляются Сейчас я проверю, что у меня все работает Класс Меня зовут Арсений, я представляю команду JetLag Для большинства из вас, кто нас не знает Коротко скажу, что мы небольшое креативное комьюнити Которое занимается тем, что развивает креативную экономику в России Это если очень коротко Делаем это через совершенно разные аспекты Начиная от создания полуметражного кино Заканчивая музыкой, медиа-артом Какими-то коллаборациями с совершенно разными представителями креативной экономики В том числе очень активно занимаемся образованием Важно подчеркнуть, мы говорим не про инфоциганство какое-то непонятное А про то, что мы инвестируем очень-очень-очень-очень-очень много денег В то, чтобы создавать классные креативные комьюнити Наподобие того, кого я вот вижу сейчас перед собой В медиаполе нас в основном знают за счет музыкальных видео, которые мы создаем Мы работаем в основном только с друзьями С такими артистами, как Леша Лджей, Скриптонит Это все стилшоты из наших клипов Может быть где-то вы видели какие-то из этих работ Мияги, Эншпиль, Анди Панда Сейчас себя называют Октавин Мы репрезентуем британского аэропортиста У нас небольшой музыкальный лейбл свой И такие ребята из интерграунда, как Дима Хаски Очень любят вешаться, как вы знаете В нашем клипе тоже это однажды сделал Масло черного тмина Это стилшот, скорее всего, никто не видел И это будет отправная точка того, о чем вообще будем сегодня говорить Достаточно оперативно говорить мы будем про создание креативного комьюнити В ноябре 2021 года мы решили снять очередное музыкальное видео Важный такой дисклеймер, что почти все проекты, что мы когда-либо делали Либо на 100%, либо преимущественно финансируются исключительно нами И теми ребятами, которые вместе с нами работают То есть, как правило, приходит артист Давайте вам приведу пример Вот пришел к нам однажды Дима Хаски Сказал, хочу снять клип Мы приехали в Казахстан И у него на фите был артист такой масло черного тмина Мы познакомились с тмином Он нам показался очень классным Денег у него не было И мы ему сходу сняли еще один музыкальный клип Просто находились в Казахстане И вот такого рода инициативы Они постоянно с нашей стороны появляются для того, чтобы пробовать То есть, мы делаем тут две вещи Первое, мы стараемся брать молодые таланты Которые выступают режиссерами, операторами И делают свои первые шаги в индустрии С другой стороны, мы берем молодых артистов Которые делают свои первые шаги Кого мы очень любим, кого мы очень ценим Кому мы респектуем Для того, чтобы сделать какие-то вот такого рода классные проекты Так, в прошлом году мы снимали Позапрошлым Кошмар, два года прошло Мы снимали клип в группе Сироткин Тоже такой инди-исполнитель Те, кто, возможно, слышал про Сироткина Видели, скорее всего, два его очень таких важных клипа Который снимал режиссер Электрофим Режиссер фильма Майор Гром И, соответственно, было снято две работы И нужно было как-то завершить эту трилогию И снять третью, последнюю работу Таким образом, мы сняли вот в 21-м году проект Сивистом из которого составил почти 20 миллионов рублей Это всего-навсего один музыкальный клип Его пока еще никто не видел Увидите, я его надеюсь Я в этом году Очень надеюсь Мы все пытаемся его доделать За это время Олег уже успел снять два фильма И выпустить в прокат А мы пока с ним доделываем один маленький музыкальный клип Так вот, эта работа снимали мы в ноябре 21-го года И вот подводя итоги, как многие из нас делают Подводя итоги года, мы поняли, что как будто бы это не очень логичное вообще действие Брать десятки миллионов рублей и вбухивать их в какую-то одну короткую историю Лучше мы соберем много-много денег Сколько у нас есть и будем их раздавать большему количеству людей И с такой, на самом деле, изначально из бизнеса исходящей идеи И при этом какими-то неадекватными глупыми идеями, которые у нас есть У нас была идея, было бы прикольно каждую неделю платить деньги за мемы Смешные Мы придумали комьюнити, где мы каждую неделю Назвали это G-Lock Weekly, где мы каждую неделю на протяжении 52-х недель Каждую неделю, весь 22-й год Мы изначально хотели просто весело шутить И сопротив людей просто деньгами за это В итоге, первая неделя Очень важно, как это работало То есть это буквально 52 недели Вот у нас каждый год 52 недели Мы в понедельник начинали, в воскресенье заканчивали В понедельник начинали, в воскресенье заканчивали Замотивировать себя делать что-то такое неадекватное А мы хотели каждую неделю 100 тысяч рублей давать Мы могли только так, что мы пабликали Сказали, что мы целый год будем что-то делать Каждую неделю И наша первая неделя была следующая И в итоге во что это вылилось? Это вылилось совершенно в итоге не в мемы В конечном итоге, а в медиа-арт В цифровое искусство Мы стали собирать после первой недели Я сейчас про нее расскажу Мы стали собирать случайно на самом деле И неадекватными темпами вокруг себя цифровых художников Вы помните эти времена Начало 22-го года Это все еще отходит от ковида Готовится к каким-то еще неизведанным новым потрясениям И соответственно очень много людей, кто сидит дома И открывает для себя такое направление, как медиа-арт Такое направление, как цифровое искусство Большинство, кого вы видите здесь на экране сейчас Это многие из них, ребята-художники Они впервые открыли блендер Только после того, как они увидели вообще это комьюнити Так вот, что это такое? 3 января, это был понедельник 3 января мы начинаем конкурс В котором мы берем Известного цифрового художника Как куратора Мы даем конкретное задание Я вам сейчас приведу примеры Наше задание было следующее Вот видите утку справа? У нас было задание такое Нужно взять 3D-модель вот этой утки В понедельник И сделать любой абсолютно цифровой арт Вообще любой, какой угодно С конкретной моделькой этой утки И использовать обязательно две точки джетлага У вас есть 7 дней В конце недели куратор выбирает победителя Мы ему отправляем 100 тысяч рублей И то есть технически работало так У вас всегда есть одна неделя Прямо ровно понедельник Начало, воскресенье, конец У вас есть один куратор Я вам сейчас приведу примеры Кураторов, которые у нас были Рустам Рептилоид Дима Хаски Он опять вешается, как и в прошлом кадре Мурат Осман Это пример именно людей Которые не из цифрового искусства изначально И вот они давали задание Приведу пример Вот Дима Хаски в частности Дал одно задание У него задание было вот такое Это прям монолог Где он презентует свой новый трек Который еще не вышел И он обращается к нашему комьюнити И предлагает им придумать обложку для этого трека Результатом недели Нам отправили очень-очень много разных работ Он выбрал лучше Она стала его обложкой на всех площадках На спотике, Apple Music Везде-везде-везде Мы наблюдаем обложку Которую сделал один из ребят Из нашего комьюнити Задания были совершенно разные Например Задание, которое дал Рустам Рептилоид Мы его делали ровно Давали за неделю До 14 февраля Задача была сделать Самую всратую валентинку Какую можно придумать С использованием Рустама Рептилоида В итоге в воскресенье 13 февраля Мы получили там очень много заявок И соответственно Вот это было одно из самых лучших Этот пример Он просто не влез Потому что я квадратом использовал Вторая неделя Мы попросили комьюнити Интерпретировать Картину Брилова Последний день Помпеи Интерпретировать через свое творчество Нам прислали тоже сотни работ И Вот это пример Где вы видите В общем Звездные войны На самом деле Если вы поставите картину Брилова Рядом поймете Что Персонажи стоят Так же как персонажи Из картины Брилова В общем начиналось все это Просто с какой-то недели шуточной Где мы попросили сделать Мемы суткой Нам прислали почти 500 работ Я вам приду примеры Именно цифровых художников Которые с нами участвовали Которые выступали кураторами В основном это были Поначалу ребята из России Ребята такие как Брикспейсер Реплянский И много-много других Классных Вообще диких Ребят Представители цифрового искусства Те, кто тогда был очень популярен Благодаря буму NFT Затем мы пошли уже На Мировую арену У нас были ребята Типа Неолиптуса У нас Вот опять пример Это пример Реплянского У нас были ребята из Швейцарии Очень классные У них есть такое объединение Team Black Cat Те, кто следят за медиартом За NFT Возможно видели Вот эту мальчишку Он лидер их Бандформирования И Из интересного У нас также Принимал участие Граффити команда Зачем Такая легендарная Для всего постсоветского пространства Не имеющая отношения К медиарту Казалось бы Изначально Но вот Решившая попробовать Дать нашему комьюнити Заданию На определенную тему Вот Это просто примеры работ Совершенно разных Коротко Можете просто найти в инстаграме Jetlag Weekly То есть еженедельный Jetlag И там вы увидите 52 недели Просто бесконечно Свайпы вниз Будет Конкретное задание Номер недели И работы Не победителей А тех Кто понравился Куратору больше всего Вот Таким образом За год За вот эти 52 недели Собрали Супер Много Разных художников А Б Объединили их в одном месте С Дали дорогу молодым И дали возможность Зарабатывать деньги Так Например Вот видите справа Это очередная Какая-то NFT коллекция Которая просто к нам пришла И сказала Что мы бы хотели С вашими художниками Поработать И очень важно Что если вы пройдете В инстаграм Зачем вам вообще Это нужно Если вы пройдете В инстаграм То под каждой Из этих работ Вы обязательно Увидите ссылку На конкретного художника Мы не скрываем И всех отмечаем И вы можете уже Выбрать то Что вам нравится Кликнуть в художника И работать с ним напрямую Взаимодействовать В рамках каких-то Ваших любых инициатив Бесплатно Или за деньги В зависимости от того Что у вас за проекты будут Вот Обязательно Отмотайте до самого низу И снизу Начинайте просто смотреть Найдете себе 100% Кого-то классного Мы про это Очень редко рассказываем Поэтому спасибо ребятам Что дали возможность Поделиться И рассказать Про нашу такую Идею Йоу Слушай Сколько в итоге Вы собрали Комьюнити Слушай Мы собрали Чуть больше 10 тысяч художников Которые Из них Хозяинскоп Многие из которых У нас работают На самом деле У нас работают В штате только 5 Но мы Стараемся взаимодействовать Почти С каждым из них Все время Вкидывая в комьюнити Какие-то задачки Класс А это было только В течение одного года Или вы до сих пор Продолжаете Или планируете Или именно В таком формате Продолжать Расскажи Слушай Это был один год Очень болезненный Вот Потому что В какой-то момент У нас стали заканчиваться деньги А платить все еще надо было всем Мы копили с обедов Откладывали И в итоге Слава богу Всем смогли заплатить Поэтому знаешь Коммьюнити еще на год Судя с учетом Еще того Что мы в какой-то момент Перешли на доллары А круз стал расти Было не очень легко Но мы вроде бы справились На самом деле Инициатива была Да Это такой отрезок времени Год Сейчас мы думаем Что делать с этим дальше Скорее всего Будем взаимодействовать Либо с какими-то другими Тоже цифровыми объединениями Либо может быть с брендами Кому интересно Двигаться дальше И работать с этим Коммьюнити А так в основном У нас просто с ними Со всеми Есть какой-то просто Пул этих художников И прямой коннект с ними С кем мы взаимодействуем Уже по нашим Каким-то проектам Просто видишь Когда у тебя есть Какая-то конкретная При этом такая Достаточно громкая идея Как нам казалось Когда Итог Когда к концу года Это все подошло Мы В общем Побоялись делать Знаешь Какой-то следующий шаг Не обдумав его Предварительно Основательно Поэтому Пока у нас там Мы никуда дальше не идем Если есть любые идеи Что с ними делать Мы вообще Можем вам их просто Всех отдать И пользуйтесь Работайте с ними Ну У нас есть идеи Можем потом поговорить Да Вообще Можно сказать Что мы тоже были кураторами Одной из недель Jetlag Weekly И были очень классные работы Не знаю У нас там было Наверное Человек 30-40 точно В итоге мы отбирали Еще из них В общем это круто Хотела еще спросить Арсений Вот На твой взгляд Вот ты начал как раз Выступление С того Что вы развиваете Креативную экономику Тоже Креативное комьюнити Вот скажи В чем сила комьюнити По-твоему В чем сила брат В чем сила брат Мне кажется Если говорить просто Про нашу индустрию Особенно больше Про киноиндустрию Вот рекламу Музыку И все Где мы активнее всего Участвуем У тебя есть на самом деле Не такой большой пол людей Которые Представляют всю эту индустрию То есть условно У тебя список Активно снимающих режиссеров Их не так много Как в целом Режиссеры в стране Список активно снимающих Операторов Их тоже можно По пальцам пересчитать И вот так вот По каждому из направлений У тебя Тех кто На данном Представлены в индустрии Кто зарабатывает Кто формирует эту индустрию Их на самом деле Очень мало И вход молодым талантам Которых много Просто неадекватных Крутых ребят Порог входа Для них Невероятно Ну то есть он Не то что порог Мне кажется Это огромная гора Через которую Невозможно перелезть И когда ты создаешь Подобное комьюнити У них появляется Как раз таки Вопрос в чем силы Сила именно в комьюнити Что когда у тебя Есть мощное комьюнити Ты можешь Прямо этим комьюнити Например Идти к брендам Ты можешь через это Комьюнити учиться Ты можешь через это Комьюнити коннекты находить Когда ты один Ты один в поле не воин Тебе очень сложно Сделать эти первые шаги И вот благодаря Такого рода комьюнити У нас есть такой же Именно Просто в креативной индустрии Jetlag Чат называется Там по-моему 8 тысяч человек В телеграме Можно зайти И просто найти себе Работу Найти себе Проекты Найти себе Коннекты какие-то То есть условно Без денег Собрать себе Какой-нибудь крутой проект Или Находясь в поисках денег Если мы говорим про них Найти себе Каких-то клиентов Или если ты просто Хочешь там повеселиться И найти классных Себя знакомых Внутри индустрии Чтобы чему-то научиться Вот такого рода Комьюнити помогают В общем мы за то Чтобы объединяться В любом случае И да Надо было бы Сюда вывести QR-код на Jetlag Чат тоже В общем в телеграме Просто Jetlag Чат Вы так или иначе Найдете Это просто чат Там уже Несколько тысяч человек В любом случае есть Можно С ними объединяться И с товарищем Классно Класс Йоу Ваня Есть вопросы Из зала Есть вопросы Зал безмолвствует сегодня О, есть Наконец-то Аплодируем Первый вопрос За секцию Здравствуйте Привет Во-первых Спасибо большое За выступление Очень здорово Что вы молодым ребятам Предоставляете Такую возможность Проявить себя И показать Вот Я хотел спросить Как музыкант Молодой Можно ли к вам Попасть на Лейбл Или Посотрудничать Слушай Посотрудничать С нами Точно можно Можно написать Нам либо в инстаграме F.M.T. Jetlag Либо вот в чате Там всегда Можно Попросить Кого-то из Jetlag Тебя точно У нас найдут И Посотрудничать С нами Точно можно Именно в рамках Лейбла Мы сейчас Артистов не набираем У нас сейчас Пока только В рамках Вот именно Музыки Мы двигаемся В общем Скоро это анонсируем Несколько крупных Из России Ребят Один британский Исполнитель И вот Совсем начинающие Ребята Такие Для кого-то На опиум Похожие На лейбл опиум В общем Мы делаем Много Много чего Интересного В любом случае И Не уверен Что у тебя Музыка очень крутая И Как минимум Применить это В рамках Каких-то рекламных Проектов Мы всегда можем Или Если к нам Придутся Каким-то запросом Может быть Музыкально подходящим Тебе Тоже мы сможем Повзаимодействовать Либо Как минимум Найти тебе Ребят Кто поможет Создать Визуальный Визуальный Контент Вообще С кайфом Приходи Чем Чем больше музыкантов Тем мы только Будем А вот Если я потом Сейчас подойду Как все закончится К вам И обговорим Это все Вопросы Можно так сделать Смотрю У меня там сидит Целая армия людей Сейчас я тебе покажу Я вот туда Сейчас когда спущусь Я тебе помашу Ручкой оттуда И там вот сидит Просто самурай Джетлага Главный Вот Я тебя на нее оставлю Потому что у меня Вылет меньше чем Через полтора часа Я поэтому С вами совсем поговорю И полечу Вот Ребята с Джетлага Остаются С ними можно поговорить Спасибо Спасибо тебе Так Еще есть вопросы Как будто бы нет Ну тогда все Арсений Спасибо Спасибо большое Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok